Приветствую вас. Понимаете, семья это система. Семья это система. И если в семье происходит какая-то история неприятная, то за нее, за эту систему, за эту историю точнее, ответственны все члены семьи. Понимаете, вы выставляете своего мужа таким таким тираном, таким ленивым человеком и так далее. Но в действительности, в действительности, забываете о том, что именно вы отчасти таким его создали. Конечно, не в буквальном смысле слова создали. Но именно вы, вероятно, сделали для него возможным такое поведение. Ибо я более чем уверен, что сразу мужчина так себя не вел. А дальше он вести себя так уже после, ну, после какого-то промежутка времени. И вы, скорее всего, в этот момент проявили слабость, слабохарактерность. Вы позволили мужчине это делать, не отреагировали должным образом, и, в итоге, получили то, что получили. Возникает, конечно, у меня вопрос, а может быть, все это было частью вашего плана? Может быть, вы подсознательно хотели, чтобы мужчина так себя вел с вами, и чтобы вы потом получили возможность его обвинять. На этот вопрос ответа у меня нет, и, может быть, этот ответ получен только в том случае, если с вами будет проведена соответствующая беседа, а вы сами будете, ну, скажем так, максимально честны с психологом, которому доверите свою проблему. В первую очередь, нужно выводить мужчину из зоны комфорта. Это первое и самое главное. Пока мужчина находится в своей зоне комфорта, менять он что-либо будет вряд ли, а то и совсем не будет менять, ну, просто потому что, что, а зачем? Зачем ему что-либо менять, если его и так все устраивает? Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужно вести себя именно так. То есть, вам следует подумать о том, как бы вы могли подкорректировать свое поведение так, чтобы вашему мужу перестало хотеться вести себя таким образом. И самое главное, наверное, заключается в том, для чего ему помогать вам, для чего ему делать что-то для вас, зачем. Понимаете? Вот это один из самых важных моментов, на которые вам нужно ответить. Понимаете? Вот. Без этого момента ни много ни мало ситуация так никогда и не получит своего разрешения. Ну, правда, потому что мужчине это будет невыгодно. Если мужчине что-то что-то невыгодно, он делать этого не станет. Обратите внимание на треугольник Картмана, который можно найти в интернете. То есть, посмотрите в интернете треугольник Картмана, чтобы понимать, о чем идет речь, вам, вам, чтобы вам понимать, о чем идет речь, и чтобы вы могли проанализировать свое поведение. Да? То есть, вы такая жертва, мужчина, соответственно, такой вот прям-прямо нехороший человек, да, тиран, не помогает и так далее. Вот. При этом вы забываете свою собственную ответственность за то, что, собственно говоря, произошло. То есть, вы забываете о том, что вы к этому сами приложили руку. И стоит подумать о том, что именно. То есть, вам стоит подумать о том, что конкретно вы сделали такого, что для мужчины стало возможным с ее поведением. Ну, видите, правильно же. Вот и все. Я предлагаю вам, значит, отстраниться от мужчины. Я предлагаю вам перестать ему помогать, я предлагаю вам перестать его содержать, я предлагаю вам начать действовать больше своих собственных интересов. И только действуя в своих интересах вы сможете поменять ситуацию, к сонелению, больше вариантов никаких у вас нет. То есть, чем лучше вы будете ориентироваться на себя в этих отношениях, чем лучше вы будете ориентироваться на себя, тем лучше будет для вас, тем полезнее будет для вас, тем эффективнее будет для вас та модель поведения, которую вы выбрали. Если же вы вместо допустим того, чтобы думать о том, как поступить, если вы вместо этого будете искать причины, по которым вы не можете поступить так или иначе, то я, к сожалению, вынужден констатировать тот факт, что ситуация скорее всего не поменяется, не изменится, и вы так и будете в этой ситуации пребывать. личная ответственность это то, на что вам нужно в первую очередь обратить свое внимание. Вот. Дальше. Следующий важный аспект, который я хотел бы зафиксировать, это аспект помощи. То есть идеально, идеально, если вы будете нести сад просить помощи, отображаться за помощью тем или иным людям, просить помочь тех или иных, например, родных, если угодно. Вот. Ну и так далее. Я полагаю, что это купе с взятием личной ответственности на себя за то, что вы делаете. Позволит вам по итогу получить все, что вам причитается. Ну, я имею ввиду все, что, все, чего вы достойны получить. Вот. И действовать нужно не только ради ну, ради себя, да, ну и ради ребенка, который соответственно страдает. Да? Вот. Конечно, отдельного вопроса заслуживает момент запчатия ребенка. То есть, если мужчина так себя вел, то зачем же вы заводили ребенка, или надеялись, что он изменится, а этот мужчина стал вести себя так только после рождения ребенка, то вид, конечно, налицо то, что он думает, что вы никуда от него не идите, и что можно теперь вести себя как угодно. Вот. Но это, к сожалению, в свою очередь говорит о том, говорит о том, что человек вас, видимо, и не любил, и не воспринимал вас, ну, адекватно, как свою женщину, или как мать своих, своего ребенка, и так далее. что безусловно, опять же, вопрос к вам, да, то есть, это не могло, не могло это быть чем-то, ну, чем-то неожиданным для вас, неожиданным. Лично я думаю, что проявления такого поведения мужчины были еще до того, как у вас начались проблемы, но вы на это внимание не обращали. Вот, и опять же, у этого, у того, что вы не обращали на это внимание, есть свои основания. У этого есть свои основания. И я рекомендую вам как можно быстрее эти основания найти, потому что если вы не будете держать руку на пульсе, да, если вы не будете управлять процессом, который происходит сейчас, то ситуация весьма будет трагично развиваться для вас и для ребенка. Вот. К сожалению. Потому что не вы, не ребенок по сути не будете получать удовлетворения в жизни и нормально реализовываться и развиваться. Тоже вот. Ну, ребенок так совершенно точно не будет. Вот. Ну, а вы, соответственно, будете транслировать ему негативные мысли. Вот. Которые у вас вероятно уже есть. И от которых собственно никуда не деться. Вот. Вот так, вот так. А если соответственно есть какие-то блоки на пути к тому, чтобы достичь того, о чем я говорю, то соответственно с этим вам можно помочь будет. То есть это вполне по силам психологу, ну, при условии, что вы будете сами тоже что-то делать. Вот. При условии, если вы сами будете участвовать в процессе. Вот. Вот так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам ответить на них. на вопросы. Если у вас они возникнут. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.